Здравствуйте, меня зовут Андрей Калёнов, я являюсь автором книги «Чаровное среднее». Сегодня я хотела бы рассказать, что же такое чар. Ну, начнем с того, да, почему, собственно говоря, меня увлекла эта идея. Я стала разбираться, какое же влияние оказывает на нас еда, да. Почему именно еда, почему она так важна, почему именно с помощью её можно преобразить себя и мир вокруг. Вот смотрите, всегда действует то, что действует постоянно. Вот мы себя постоянно преображаем с помощью еды, потому что еда – это ежедневный ритуал, который мы выполняем безукоснительно, то есть мы постоянно-постоянно едим, да, едим, едим, едим. Соответственно, если же мы этот ритуал делаем правильным, да, то есть мы себя питаем правильно, то мы изменяем себя, да, как нужно нам. Вот смотрите, понятное дело, что кушаем мы не для того, чтобы напитать себя микроэлементами, ну, это, конечно, тоже, да, витаминами и так далее, но в первую очередь это энергия, да, энергия, тонкая субстанция, которая делает нас такими, какие мы есть. Вот если мы посмотрим на еду, которая сейчас вошла в традицию, да, то есть это варёное ежедение, динатурированная пища, то она пустая, в ней нет энергии. Единственная энергия, которая в ней есть, это энергия, заложенная тем человеком, который её готовит. Вот почему так сильно ценится еда, приготовленная дома, да, то есть домашняя еда, там, мамина, там, кем-то ещё из родных приготовленных. Она не просто вкуснее, она именно питательнее энергетически, поэтому все даже дорогие рестораны, да, они специализируются на какой-то определённой кухне, чтобы мастер, который готовил, умел её с любовью приготовить, да, и тогда вот это всё ценится. Теперь вот смотрите, да, то есть если в динатурированной пище нет энергии, значит она должна быть в живой пище, да. Но если мы посмотрим на сыроедов, которые вот большую часть, да, нас окружает, это люди худощавого телосложения, иногда с раздражённой психикой, да, то есть легко возбудимые, может быть не до конца адекватные. Это происходит из-за того, что люди неправильно ведут себя на сыроедении. Во-первых, для того, чтобы войти в сыроедение, нужно в первую очередь очистить себя от гельминтов, потому что если гельминты не получают с родственной им пищи, да, они начинают есть хозяина, при этом отравляя человека продуктами своей жизнедеятельности, токсинами, из-за этого страдает психика. Вот отсюда это раздражительность, это вот невменяемость какая-то определённая. Поэтому если мы хотим переходить на сыроедение, тем более быть на сыроедении, чистку надо проводить капитальную, серьёзную, да, не просто от гельминтов, но ещё и от токсинов, которые накопились за столько лет. Вот, значит, но если мы посмотрим, да, то есть сыроедение действительно отмечает тот факт, что на сыроедении очень много энергии. Бывает так, что даже если не было движения активного за день, да, то есть такого какого-то физического движения активного, просто не уснёшь. Но, несмотря на такое количество энергии, она не структурирована, да, её много, но она не имеет структуру, вот смотрите, подобное, притягивает подобное. Пазл, который вот ко всей картинке подходит, он, если он подходит, он строится. Не подходит, этих пазлов будет много, да, этой энергии будет много, но она не сродственна с человеком, соответственно, она не принесёт той благости, которую должна была принести. То есть на сыроедении люди всё равно стареют. И сейчас на фоне этого, чтобы замылить тему питания, чтобы люди ушли из этой темы, чтобы они не обращали внимания, что питание может дать вечную жизнь, я не побоюсь этого слова, действительно вечную жизнь, внедрили уже сейчас информацию о том, что существует ген старения. Ну, это полная ерунда. Конечно, у меня сейчас полетят камни заслуженных, там, каких-то докторов науки, там, медицины и так далее. Но я вам хочу сказать, что сейчас, насколько мне известно, очень крутые, очень дорогостоящие маркетологи работают над этой идеей, для того, чтобы пропихнуть даже грамотным людям эту идею, чтобы они служили ей верно. На самом деле, никакого гена старения не существует. Стареем мы исключительно из-за того, что мы не поглощаем то количество энергии с помощью пищи, которую должны поглощать. И вот эта функция энергии, она не совпадает с той функцией, которая нам нужна. Ну, она пустая, эта энергия, если можно так сказать. Когда я стала изучать древние источники, я наткнулась на выражение, да, что миром правят числа и их соотношения. Вот сейчас очень много информации по поводу миром правят числа. Но полуправда страшнее лжи, потому что она не открывает истины, да, но замыливает взгляд человеку, и ему кажется, что всё, вот это по полочкам всё разложено, и на это можно уже даже не обращать внимания, закрыть на это глаза. Но истина в том, да, вы вряд ли это где-то особо прочитаете, но я вам хочу сказать, что правда состоит в следующем, что миром правят числа, запомните, и их соотношения. Так вот, в древней нашей культуре, славянской, я наткнулась на понятие чара. Чар – это соотношение двух чисел. Чар – это соотношение двух чисел. То есть это то сейчас, что называется в математике дробью. Всё просто, да? И получается, что не просто числа, ещё и чаровные соотношения правят миром. Дополнительная информация, чтобы вы понимали, почему, собственно говоря, это так. У каждого числа есть функция. У каждого. Вот у числа 1 функция совершения. Да, у числа 3 великая судьба божественная. Откуда я это знаю? Из древних источников, опять же, из информации, которая, в принципе, сейчас есть, да, она открыта, её главное найти. Но, если мы возьмём соотношение двух чисел, мы не получим ни одну, ни вторую функцию. Это будет новая интересная функция. Так вот, более тонкая и более интересная, да, вкусная. Если мы возьмём соотношение других чисел, у которых функции известны, то это будут новые функции, которые влияют на наш организм очень интересно. Я уже не говорю даже о вечной жизни. Я не говорю о прекрасной молодости, о каком-то притяжении, да, энергетическом. Там настолько тонкие функции, это и левитация, это и тонкое зрение других миров, это и целительство и так далее, и так далее. То есть там очень большой спектр всего, что можно познать через чары, через чаровные соотношения. И вот представьте, если мы ритуал ежедневный, питание, да, включим в него чаровные соотношения, то мы через этот ежедневный ритуал, да, будем постигать эти функции внутри себя. То есть мы будем вкраплять себя на уровне ДНК. Потому что каждое число, каждое соотношение, оно рождается сначала на биологическом уровне, потом на энергетическом. Вот эти вибрации, да, за счет соотношения, а вибрации меняют нас полностью. Об этом уже очень много информации сказано, да, и я не буду углубляться. И тут есть маленькая тонкость, да, то есть недостаточно один раз приготовить какое-то блюдо по чаровному соотношению, функцию которого вы знаете, естественно, да, и вот прям изменить себя. Конечно, вы почувствуете изменения, конечно, вы почувствуете его действия. Но для того, чтобы впитать эту функцию и закрепить в себе, нужно долгое время готовить себе блюда или другие, разные блюда. То есть ваше питание должно быть подключено к определенной чаре. Вот и все, да, то есть ежедневный ритуал, который наводит порядок, то есть мы становимся порядочными людьми внутри нашего организма. Вот этот порядок, он даст силу обретения новых функций организма, это и видение, и сверхзнание, и сверхвозможности и так далее. Маленький пример, да, вот почему красота управляет миром. Вот у меня есть крат, да, время знали, крат – это управление, и красота. Этимологически, да, лингвистически эти вещи достаточно схожи. Вот почему с красивым человеком хочется общаться, ему с ним хочется взаимодействовать, с ним хочется иметь какие-то общие дела, да. Именно вот потому, что ты чувствуешь, что тобой управляют. Поэтому красота, она рождается откуда? Из-за правильных, интересных соотношений, да. Вот если мы возьмем красивого человека и посмотрим, какие у него заложены меры, да, лица, фигуры и так далее, мы в соотношениях увидим интересные вещи. То есть через соотношения человек становится красивым, через чары. Соответственно, мы понимаем, что если это уже на поверхности, да, в виде красоты человека, то представляете, что будет, если вы начнете чаровную кулинарию внедрять в свою жизнь? Вы не просто омолодитесь, не просто будете вечно жить. Вы будете обретать все новые, 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 новые функции, которые вам нужны. Я думаю, что очень много наговорил интересного. Добро пожаловать в мой блог Андрейка Алена по ссылке под видео. Подключайтесь к каналу. Хорошего вам дня, друзья!